Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске обращение президента Республики Западной Армении Арменака Абрамяна. Состоялось 17-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Важное заявление Киева об Арцахе. В Иерусалиме прошел марш протеста, посвященный 107-й годовщине геноцида армян. Шестой традиционный футбольный турнир Дерсима стартует в Константинопле под лозунгом «Река Манзур должна течь свободно». Вандализм в Ереване украли скульптуру вардопета Камитаса. Взрыв турецкого корабля – незаконченная картина Айвазовского. Дамы и господа, позвольте поблагодарить всех вас за верность и солидарность в этот день памяти жертв геноцида армянского народа с 1894 по 1923 года. Кто мог поверить, что сменявшими друг друга турецкими оккупированными властями потребуется 30 лет, чтобы осуществить программу истребления армян Западной Армении, которые тысячи лет жили на своей исконной территории и построили цивилизацию. Полный текст обращения президента Республики Западная Армения доступно на нашем сайте. 20 апреля 2022 года состоялось 17-е онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. Повестка включала ряд вопросов, одним из которых стал проект изменения в регламенте Национального собрания Западной Армении. Также на повестке дня был проект закона о хронологии стран и международных организаций, признающих геноциды армян. На заседании также обсуждались вопросы, связанные с проведением мероприятий 24 апреля в разных странах. Проект поправок закона состоится на ближайшем заседании. В своем ежедневном брифинге советник руководителя аппарата президента Украины Алексей Арестович касаясь арцахского вопроса заявил, что русские и азербайджанцы совместно действуют против армян в Арцахе, стремясь открыть коридор. На Украине также говорят о том, что посредничество Турции в переговорах с Россией может стать ловушкой для Киева. Турция не присоединилась к западным санкциям и поддерживает Россию, в частности, в использовании наемников с Ближнего Востока в войне против Украины. То же самое относится и к Баку. Путин подписал с Алиевым декларацию о стратегическом партнерстве накануне втажения в Украину. И примечательно, что Алиев также ссылается на эту декларацию в связи со своими нападениями в Арцахе. Эта договоренность между Москвой и Баку в полной мере проявилась в Карагулух, включая широкий международный резонанс, после чего Москва пыталась снять с себя вину. Путинско-пашиняновская пустота в 30 пунктов – прямое тому проявление. В Иерусалиме прошел марш протеста, посвященный 107-й годовщине геноцида армян. Об этом сообщил Архимандрит, Корюм, Багдасарян, Армянского патриархата и Иерусалима. Участники марша прошли от собора святого оккупианцев в Иерусалиме до церкви святого Григория Просветителя. Затем участники марша с плакатом «Мы идем за справедливостью» и флагами Республики Армения прошли к мемориалу памяти жертв геноцида армян, где была зажжена свеча. Акция протеста запланирована на 24 апреля перед консульством Турции и Иерусалиме. На территории гимназии Жарангавурац будет организовано вечернее поминальное мероприятие. В Западной Армении углубляются экологические кризисы. Постепенно угасает наш родной язык. В рамках борьбы с этими проблемами в Константинополе был организован шестой традиционный футбольный турнир Оваджик. Он стартовал 17 апреля под лозунгом Мунзур должен течь свободно. Турнир объединяет жителей Дерсима. Благодаря кропотливой работе молодежной платформы Оваджик турнир, дошедший до наших дней, был организован усилиями той же платформы. Наша цель – совместными усилиями защитить наше культурное наследие и историю, передать их будущим поколениям. Ассоциация дерсимцев, проживающих в Константинополе. Молодежная платформа Оваджик. Фото-журналист Гагик Шамщам пишет, через несколько дней армяне будут отмечать 107-ю годовщину геноцида армян. Все армяне борются за признание геноцида, а в Ереване осуществили вандализм, похитив скульптуру Вардапета Камитаса. Непосредственно перед смертью Айвазовский закончил картину «Лагуна», а в самый день смерти приступил к написанию картины «Взрыв турецкого корабля», который так и остался незаконченной. Так описывается последний день гениального художника на сайте галереи Феодосия Айвазовского. Утром 19 апреля живописец, как обычно, сел перед холстом в своей феодосийской мастерской, готовясь исполнить свое давнее желание изобразить героические эпизоды греческой военной борьбы против турок. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!